Глубокоуважаемый президиум, дорогие коллеги, действительно, тут было сказано о том, что у нас происходит смена поколений. Я, пожалуй, младший врач в нашей семье пока. В настоящий момент я имею посредованное отношение к криохирургии, потому что я онкоуролог, оперирующий онкоуролог и клинический онколог. Но так исторически сложилось, что начало, в общем-то, моего пути как специалиста в онкологии было неразрывно связано с криохирургией. Я до сих пор остаюсь в этой проблеме. Момент в том, что любая отрасль, неважно наука, медицина, да даже, говорят, религия, имеют нерешенные проблемы и какие-то нерешенные задачи. Это естественная жизнь. И сегодняшний конгресс, который длится уже несколько дней, ярчайшее подтверждение тому, что, в общем-то, вопросов еще, мягко говоря, огромное количество. И цель-то наших встреч не то, что просто их констатировать и сказать, ребята, здесь плохо, здесь плохо, здесь неизвестно. Но наоборот, обсудить и найти какие-то пути решения. С удовольствием процитирую Ульяма Горвя, который еще в 1628 году, к сожалению, не читал подлинник, но книга эта цитируется везде и всюду, в анатомических исследованиях и движениях сердца и крови у животных, прекрасно сказал, что все, что мы знаем, бесконечно мало по сравнению с тем, что нам пока неизвестно. Действительно, чем больше света мы вносим в сумрак пока неизвестных нам каких-то научных знаний, чем больше света, тем больше мрака сгущается вокруг этих светлых пятен. Что касается того вообще, каково состояние криохирургической науки, публикаций, вот, пожалуйста, ПАБМЕД. В принципе, 1974 год – это начало активных публикаций по криохирургии. Да, были и до этого единичные, допустим, но ПАБМЕД дает адекватную статистику 1974 года. Примерно 13 тысяч статей просто по поиску края сёджеры. Порядка 300 публикаций в год стабильно выходят, посвященных различным отраслям, всем, что связано с крио. Я намеренно не включал сюда огромный пласт статей, которые выбиваются в поиске по крио, где имеется в виду в основном эндоваскулярная хирургия и наши сердечно-сосудистые коллеги. Тематика абсолютно разная – и научная, и практическая. Основные вопросы, которые возникают при анализе литературы, которая есть в ПАБМЕД, в общем-то, достаточно хорошо известны, и, признаться, год от года они практически не меняются. Из того, что интересно, то, что последнее. Это, конечно, обскопальные эффекты, о которых мы уже говорили. Из научных вопросов. Последнее время интересный момент возникает в том, что что главное в дивитализации опухоли. Ишемический ли фактор, либо еще какие-то моменты, связанные с прямым повреждением клеток. Криочувствительность, криорезистентность. Практические кажутся более легкими для решения, потому что, да простят меня исключительно хирурги, руками работать всегда легче, чем работать головой. А если у вас есть и то, и то, ну, тогда вообще замечательно. Поэтому о практических вопросах мы поговорим чуть позже, сессия еще не заканчивается. Конечно, решение этих вопросов приведет к тому результату, о котором мы все мечтаем. Это улучшение результатов лечения наших пациентов вне зависимости от их нозологии и применяемой методики криевого воздействия. Прекрасно на сегодняшний момент известны механизмы повреждения клеток при охлаждении, как на клеточном, так и на тканевом уровне. Соответственно, немедленные и отсроченные. Немедленные механизмы реализуются непосредственно после воздействия, в то время как отсроченные механизмы, которые реализуются через нарушение микроциркуляции и в конечном счете ишемии, имеют не меньшее значение. Соответственно, есть ли здесь какой-то главный калибр, вот тот единственный механизм, мы говорили, кстати, об этом на прошлых белых ночах, так что кто более историей ценен, помните? Нельзя сказать, что какой-то один механизм превалирует. Для нас, если мы работаем с целью уничтожения опухолевых, либо каких других клеток, необходимо, чтобы они все работали вместе, усугубляя желаемое нами криодеструктивное воздействие. Что касается криочувствительности и криорезистентности, замечательная, знаете, неисчерпаемая тема. Как минимум два специализированных журнала, это вот только минимум два журнала, их на самом деле больше, занимаются этой проблемой. Изменяется ли криочувствительность и криорезистентность в зависимости от дифференцировки клеток, от дифференцировки тканей? Меняется ли она со временем? Как мы можем на нее воздействовать тем или иным образом? На эти вопросы исчерпывающих ответов нет. Что интересно, опубликованная работа, в том числе с нашими авторами, показала, что если замораживать, в данном случае речь шла об эпидермисе, получается, что чем менее дифференцированная клетка, тем более она устойчива к криовоздействию. В частности, среди жизнеспособных преобладают стволовые и транзиторные клетки. Это что касается эпидермиса. Это достаточно интересный момент, который находит свое отражение в криокосметологии, потому что вы знаете, что косметический дефект после криовоздействия на эпидермис значимо превосходит все имеющиеся альтернативные варианты влечения от скальпеля до лазера. Однако неприятным моментом для нас пока, и я считаю, что это один из перспективнейших моментов для дальнейших исследований, является то, что у нас нет сведений о криорезистентности стволовых клеток опухолей. Тема очень интересная, но это тема однозначно будущего, сейчас у нас на этот счет информации глобальной нет. Когда увидели первые абскопальные эффекты при радиотерапии, вы это помните, это было что-то на уровне истинной любви, как в том выражении Франсуа Делла Рашфуко. Истинная любовь, все о ней говорят, но никто ее не видел. То же самое примерно относится и к абскопальному эффекту. Обосновать абскопальный эффект, выложить железные доказательства того, что это присутствует при криохирургическом воздействии можно, но это требует больших экспериментов и большой базы данных. Применительно к тому, в большом обзоре, опубликованном в 2009 году, говорили о том, что криохирургическое воздействие может обладать как иммуностимулирующим, так и, соответственно, иммуносупрессивным действием на иммунную систему нашего организма. С одной стороны, кураж. Да, здорово, мы видим абскопальный эффект. С другой стороны, мы можем видеть также и обратный эффект. 2018 год. То, о чем говорил Франко. Сочетание криовоздействия с терапией ингибиторами контрольных точек. Предварительные результаты, которые мы видим, замечательные. Но, однако, надо дальше продолжить. Надо сделать хорошее рандомизированные клинические исследования, чтобы оценить вклад каждого момента по отдельности. Где здесь вклад ингибиторов контрольных точек, да, вот чекпоинт ингибитора, за которые Нобелевская премия была дана, и же с ними. Где здесь вклад криохирургии? На эти вопросы пока ответов, к сожалению, тоже нет. Более того, никто не может пока с уверенностью адекватно нам сказать о том, когда возникает этот эффект, как долго он длится. Если мы его фиксируем, когда нам нужно повторить криовоздействие, или, к примеру, с палиативной целью, именно для того, чтобы этот обскопальный эффект продолжался, или еще его улучшить. Вопросов масса. Имеющиеся у нас сейчас данные свидетельствуют о том, что этот момент тоже надо продолжать. Это одна из перспективных тем нашего развития. Повестка нашего сегодняшнего заседания, в принципе, отражает все те вопросы, которые я просто перечисляю. Дальнейшие докладчики, последующие за мной, ответят практически на все нерешенные проблемы криохирургии по вопросам навигации, методов контроля и прочее. Важным моментом, на мой взгляд, является то, что решение практических вопросов в сочетании с мощной исследовательской базой позволит нам улучшить результаты лечения наших пациентов. Но я не предполагаю. Я полагаю, что и в следующем году, и через год, и через пять лет у нас все равно будут определенные проблемы. Но я искренне надеюсь, что эти проблемы будут уже освещены значимо более интересно и перейдут на какой-то новый уровень. Спасибо за внимание. Я воспользуюсь нашей редкой встречей со своим сыном младшим и задам вам вопрос. А вот если бы вам сейчас дать такую возможность решать эти проблемы, но взять только одну, вы бы какую проблему считали самой острой? Вообще из любых-любых можно выбирать. Из любых-любых? Ну, по криохирургии. Однозначно. Из криохирургических проблем я бы предпочел криоиммунологию по нескольким моментам. Это однозначно наиболее перспективно, потому что с криохирургическим оборудованием все неплохо. Во-вторых, использование чекпоинт-ингибиторов даст необходимую научную и в том числе материальную базу, потому что проводить исследования будет проще. Криоиммунология. Вот я в данном случае согласен с вами. Пожалуйста, вопросы. Позвольте, Георгий Ильич. Да-да, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот мы говорим, криохирургия, криовоздействие, криоаппараты. Какое-то крио идет с одной стороны эффект, какое-то криовоздействие с другой стороны эффект. Понимаете, вот на сегодня нет не то, что единого протокола, единого инструмента, единого подхода. Само-то глобально, наверное, как раз и в том, что все называют крио. Ну, я не трогаю то, что ватку в косметологии приложили, после жидкого азота уже какой-то эффект есть. Я говорю уже про вмешательство. От минус 40, это криовоздействие, до минус 190, это тоже криовоздействие, диапазон 150 градусов. И в этом разница. Где-то есть, наоборот, в одну сторону идет эффект, где-то в другую. Вот ваше отношение к этому вопросу. А к какому именно? Вот нам что, может быть, до крио... Хорошо, я вопрос не задал, прошу прощения. Может быть, до криоиммунологии, что очень крайне интересно и важно, мы говорим зачастую, имея в виду криовое вмешательство, даже криохирургию, мы говорим о разных делах. Да, я понял, да. О разных вмешательствах, о разных температурах. Минус 40, минус 30, возможно, мы даже постимулируем немножко. Рак скажет, ух, как хорошо, и пойдет дальше развиваться. Минус 190, он скажет, йо, и уйдет. Ну, крио-сауна, говорят, тоже это криовое воздействие. Я тут видел рекламу в интернете. Абсолютно. Вот крио-сауна, сидят, тоже говорят криовое воздействие. Вы совершенно правы, что единых протоколов лечения даже, ну, допустим, одним и тем же оборудованием, вот теоретически, да, есть три установки. Хорошо, говорим криохирургия без сауны. Сауну забыли. Криохирургия. Так, а криохирургия, понимаете, здесь ведь вопрос в чем? Если мы уходим в терминологическую сущность, так ли важно, что называть именно криохирургией? Ведь, ну, работаем ли мы в диапазоне минус 20 или минус 40, или минус 190? То есть это не важно? Нет, это важно с позиции достижения целей. Но я, честно говоря, немного не уловил конкретики вопроса, что называть криохирургией или какими показаниями оперировать. На мой взгляд, что называть криохирургией? Я, как воспитанник классической советской военно-медицинской школы, считаю, что хирургией называется что-то большое, не панорицией. Хотя панорицией – это тоже хирургия. Криохирургия, на мой взгляд, это мощная установка на жидком азоте или на гелии, но пусть на жидком азоте это будет. Это возможность проведения инвазивных, чрезкожных, либо открытых вмешательств. То есть это мощь. Это от 100 градусов, 100 градусов и ниже. Вот если спрашивать, что у меня ассоциируется с криохирургией. Но при этом блестящие результаты могут быть достигнуты при поверхностной аппликации метастатической меланомы, к примеру, там поверхностного очага с последующим абскопальным эффектом. Разве это тоже не криохирургия? И это вроде криохирургия. Поэтому это нерешенный вопрос. Вот так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.